Приветствую вас! Как бы банально не прозвучала моя фраза, но я полагаю, что лучшее, что вы можете сделать сейчас, это серьёзно поговорить со своим мужчиной, со своим мужем и спросить у него о том, как вообще он себя чувствует, хорошо ли он себя чувствует, всё ли ему нравится, я имею в виду, всё ли его устраивает в интимной вашей жизни, нет ли у него каких-то, может быть, пожеланий к вашей интимной жизни и так далее. Совершенно очевидно, что вот здесь ситуация такова, что, ну, у мужчины явно имеется неудовлетворённость сексуальная, вот. И я, конечно, всё понимаю, я понимаю, что, может быть, у вас нет возможности заниматься сексом и так далее, но всё же обязательно нужно постараться как-то этот момент реализовать, потому что то, что мужчина маструбирует, говорит о том, что ему, ну, явно не хватает, явно не хватает ему сексуальной разрядки, вот. И я полагаю, что только и только при наличии у вас регулярного, именно регулярного секса можно говорить о том, что мужчине следует обратиться к, почему, кстати, к психиатру, когда, в принципе, вполне достаточно было бы обратиться к психологу, но не только ему, да, не только ему. Ну и скорее вам обоим, потому что вы явно не чувствуете желаний своего мужа, и это на самом деле большая проблема, потому что если мужчина стремится удовлетворить себя сам, значит, вы его не удовлетворяете, и то, что вы его не удовлетворяете, это очень и очень и очень тревожный знак в ваших отношениях. То есть вам нужно срочно заботиться проблемами своей сексуальной жизни и, собственно говоря, заняться вплотную именно этим. То есть тем, как организована ваша сексуальная жизнь, тем, насколько удовлетворены ею вы и удовлетворен ваш, собственно говоря, супруг. В этой позиции особенно интересно то, что вы говорите о психиатре, то есть вы считаете это ненормальным, то что ваш мужчина удовлетворяет себя, вы считаете это ненормальным, но как бы если проблема только в дочери, то я вас здесь понимаю, да, то есть можно понять, что вы действительно не хотите, чтобы дочь стала свидетелем каких-то вот моментов такого плана, но если речь идёт о сексуальных потребностях мужчины, то я полагаю, что данная потребность должна быть удовлетворена и вот на этом и стоит сейчас сосредоточить всё своё внимание. Вот. То есть самое главное, самое главное, это чтобы вы не скатывались в своего рода, значит, обесценивание того, чего хочет ваш муж, чтобы вы не обесценивали его желание, чтобы вы не обесценивали его потребности и не выставляли его, значит, действия как что-то вообще ужасное. То есть достаточно очевидно, что это происходит по мере, помимо, точнее, помимо, помимо его желаний, помимо его контроля, и если вот что-то происходит, то, соответственно, у этого есть свои причины и причины на самом деле, ну, чисто физиологические. Вот. И поскольку дело здесь в физиологии, то я предполагаю, что абсолютно нет никакого смысла обвинять в чём-либо мужчину и считать, что он неправильный, считать, что он какой-то ненормальный, ужасный и так далее. Вот. То есть тут, мне кажется, вам важно разнообразить именно свою сексуальную жизнь, постараться это сделать, то есть если у вас нет возможности, грубо говоря, жить в разных комнатах с дочерью, да, то, соответственно, вам с мужчиной нужно куда-то либо выезжать, либо выходить, либо дочь куда-то отправлять, чтобы полноценно заниматься сексом, а иначе никакой психиатр вам не поможет и просто будет разводить руками и скажет, ну, а вы как бы, вы, как бы, всего хотели, да, он скажет, то есть, вот. Здоровый мужчина, здоровый мужчина, у него есть, эээ, как бы, свои потребности и что, это не заболевание. Вот. Другое дело, другое дело, если мужчина, эээ, ну, как-то вот, эээ, несмотря на то, что вы, эээ, занимаетесь сексом, несмотря на то, что мужчина, эээ, ну, как бы, активную сексуальную жизнь ведёт, он, эээ, всё равно, при этом, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то в таком случае, да, ему нужно обратиться, но именно скорее к психологу, не к психиатру, а именно к психологу, потому что, ну может быть даже к сексологу, может быть даже к сексологу, то есть не к психологу, а именно к сексологу, вот. Но, тем не менее, тем не менее, сперва вам нужно как следует эти моменты разобрать, то есть к психиатру вы успеете обратиться всегда. С другой стороны, если ситуация складывается так, что, допустим, вы содержите в норме свои интимные отношения, да, то есть заботитесь о них и так далее, поддерживаете их на должном уровне, и при этом мужчина всё равно разряжается, то с вашей стороны выглядит не совсем понятным, почему вы об этом не написали. То есть если ситуация складывается вот так, что у вас не совсем стандартная ситуация, то, соответственно, по какой причине вы эту нестандартную ситуацию не раскрыли. Вот, то есть это тоже такой, ну достаточно важный момент. Вот, значит, сперва я думаю и думаю, что нужно озаботиться сбором информации, как и что между вами происходит. Вот, сперва нужно посмотреть, в какую сторону можно подкорректировать вашу именно сексуальную жизнь. Вот, а уже потом, после этого можно будет говорить о наличии каких-то психологических отклонений у вашего мужа, либо о наличии психологических проблем между вами. Вот, так не видится, по крайней мере, ваша ситуация на данный момент. Вот, и отдельный вопрос к вам, отдельный вопрос к вам, почему у вас именно вот первая мысль связана с тем, да, что, значит, ну, первая мысль связана с тем, что это какое-то отклонение. Вот, почему у вас первая мысль связана именно с этим моментом, то есть нет ли здесь элемента харжества, нет ли здесь элемента какой-то скованности, может быть даже стыдливости, и вследствие чего муж не может реализовывать свои сексуальные потребности. Вот, и не ставите ли вы, значит, во главу угла заботу о дочери и, собственно, не принижаете ли вы свою роль в качестве жены, женщины своего мужчины и его любовницы в узком смысле этого слова. Постарайтесь, пожалуйста, подумать над ответами на эти вопросы, и после этого вы можете обратиться на консультацию к любому из наших экспертов для прояснения тех вопросов, которые я поднял, или, например, написать мне, если у вас остались вопросы после прослушивания моего ответа. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok